Реализацию возможностей для нестационарной торговли в городе Кокшетау, а также злободневные вопросы акмолинских предпринимателей, обсудили в областном центре. Руководитель службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции встретился с бизнесменами. Саян Ахмеджанов разъяснил новые важные приоритеты антикоррупционной политики в текущем году. В 2023 году будут внедрены новые подходы в сфере защиты интересов и прав бизнеса. В ходе заседания говорилось об административных барьерах, которые порой препятствуют развитию дела. Напомним, в прошлом году в регионе разработана карта коррупционных рисков. Она создана на основе уже выявленных фактов коррупции, также обозначены сферы, где она чаще всего проявляется. В регионе их четыре. Эта сфера касается конкретно Акмолинского региона, это сфера земельных отношений, архитектуре градостроительства, подключение к коммуникациям. Тут больше всего в бюрократии. Второе. При получении мер господдержки. Практика показывает, что именно в этом направлении бизнес часто сталкивается с коррупцией. Яркий пример – это субсидии в сельском хозяйстве. На повестку дня вынесены проблемные вопросы размещения нестационарных торговых объектов Кукшетау. По мнению специалистов, они позволят упростить процедуру получения мест для розничной торговли и бизнесменам, поспособствуют развитию отечественного предпринимательства. У нас особенно используется, в частности, летний период для нестационарной торговли. Предприниматели смогут свои точки, павильоны открыть именно на этих местах, перечень которых будет утвержден Акиматом. По итогам обсуждений участники пришли к положительному разрешению проблемы. Также для оказания помощи предпринимателям в преодолении различных административных барьеров в текущем году реализуется проект «Дорогу бизнесу».